Друзья, я встретила свою приятельницу, которого знаю уже много-много лет. Она тоже в Сараде. Черняков Галина. Галина. Галина, откуда ты приехала? Я из Белоруссии. С Белоруссии. С какого города? Город Полоцк, Витебская область. В каком году это было? В 2000-м. В 2000-м году. Это значит уже 23 года в Израиле. 23 года в Израиле. Ну, Галечка, расскажи нам, как вот за 23 года жизнь довольна ли ты переездом? Какие плюсы, какие минусы? Ну, как сказать, и довольна, и недовольна. А давай называть будем. Почему я недовольна? Потому что, ну, тяжело. Там я была на видном месте, я была директором ХСД, А тут я мотопылила бабушку. То есть тяжело, да? Тяжело, да. Тяжело. Во-вторых, я уехала, у меня мама там осталась. Я все время скучала без нее. Потом мама умерла, я не могла поехать на похороны. Мне это очень, знаешь, Очень сильно задела. А какие еще минусы? То есть, что чем-то недовольна? Мне недовольна Города Марада. Пожило, конечно. Так, а все-таки что-то есть, наверное, положительное? Положительное есть. Ну, давай поговорим. Что? Ну, что сказать, что положительное? Что... Вроде Нисан немножко навел порядок. Сейчас готовимся к выборам. Будет, ну, собираемся к новому... Покупить нового мэра города Березу. Что за? Новый мэр города? Ну, в октябре будут выборы. И я вчера была на открытии штаба. Он израильтянин, молодой парнишка. Папа его живет в хостеле. Вот. Вроде неплохой. Потому что мне... Я разговаривала с Горей Барамовым, который был, это, НДИ. Он сказал, что они против Нисана. А почему именно? Какие причины? Ну, во-вторых, Нисан пошел в датичный. Значит, думаешь, если будет новый мэр, значит, и будет по-другому. Будет по-другому, да. Он молодой парень, он в схватке. Он ходил по всем кружкам, и это все заброшено, все... Так, понятно. Ну, давай тогда поговорим. Что-то есть, наверное, радостное в жизни? Пенсия. Радостное. Это пенсия. Пенсия. Вот, давай поговорим. Хватает ли тебе пенсии? Нет, да. Ну, как я одна, так не хватает. Хватает. Ну, значит, ты довольна, ты считаешь, что все... Но все равно экономить нужно. Или нет? Я стараюсь не экономить. То есть ты ни в чем себя не отказываешь? Я себе не отказываю ни о чем. Я полторы тысячи даю. Я же сейчас в пентакте живу. Да. Полторы тысячи даю детям, а остальное я оставляю себе там на расходы, на... Чтобы и в магазин сходить, чтобы не быть зависима от детей. Так, подожди. Сейчас, подожди. Сейчас я сделаю, поделаю постановку. Так. Я переношу плохо. Ну, вот, записываю. Как, вот, Галя, ты переносишь климат израильский? Говорят, слишком... Кто-то говорит, слишком жарко. Ну, я сказала, что в Араде мне намного было лучше, чем в Петахтике. В Петахтике очень большой. Значит, в Араде все-таки лучший климат? Да, намного лучше климат, чем в Петахтике. В Петахтике влажность большая. Ну, да, да, об этом все говорят. Там очень близко море, поэтому... Ну, а живя в Петахтике, ты ездишь на море часто? Ну, когда зять сможет, он возит нас и в парки, и на море. Вот сейчас он же мне получает армейскую инвалидность. Он же меня в милое имя было перевернулся в военном дипе. Сейчас они едут на мертвых. Он получает бесплатную праздную гостиницу. Дочка моя... У него инвалидность, да? Да, инвалидность. Очень маленькая инвалидность. Две с половиной тысячи он получает с его инвалидностью. А как они на эти деньги живут? А он работает. А, значит, у него не сто процентов инвалидность. Нет, у него не сто процентов. Он работает на... Он закончил отместра бетахона курс каких-то. И он занимается с телефонами, компьютерами, там все это. Вот у него рабочая машина есть, поэтому по возможностям мы куда-то выезжаем. А все-таки выезжаете, да? Да, да. Плюс хорошие. Ну, это за море, и в порт. И вот сейчас они гуляют в холоне, в парке с малышом, с дочкой. Так, вот сейчас перейдем вот такой интересный, потому что все это очень злобая дневная тема. Цены, цены, цены в Израиле. Цены же растут. Растут, да. И все плачутся. Ты согласна с этим? Да. Пока не будет нового правительства. И цены будут повышаться. Ты думаешь так, да? Да, я думаю, что так, да.